Всем добрый день, дорогие друзья. Я думаю, мы начнем. Если кто-то будет еще приходить, присоединиться попозже. Добро пожаловать в пресс-клуб на наш традиционный уже формат, который называется MediaTalk, в рамках которого мы обсуждаем актуальные проблемы, этические нормы и успешные кейсы в белорусских СМИ на ежемесячной основе. Тема сегодняшнего MediaTalk вышла достаточно плавно из предыдущего, когда мы подводили в конце декабря итоги медиагода в белорусских СМИ. Мы затронули, естественно, тему ситуации вокруг Белсата. Плавно это все перетекло в тематику финансирования СМИ. И вот мы решили, собственно, сделать такое обсуждение, такую дискуссию о внедрении новых способов, новых методов. Сначала мы это назвали монетизацией СМИ. А потом, когда я обсуждал тему с нашими уважаемыми медиапрофессионалами, и мне один из них говорит, что, ну да, вот нативная реклама, которую вы упоминаете, допустим, монетизация, что-то еще монетизация, каутфандинг нельзя отнести к монетизации, это скорее больше финансирование. И поэтому с такой небольшой поправкой сегодня мы обсуждаем новые способы, новые для Беларуси способы финансирования медиа. И начнет нашу сегодняшнюю дискуссию, я, например, формат для тех, кто в первый раз. Сначала у нас докладчики выступают с 5-10 минутными докладами, а потом мы переходим уже плавно к общей дискуссии, во время которой можно задавать вопросы, делиться репликами и так далее. И начнем дискуссию у нас сегодня завхоз и бассейнчик, как он сам себя отрекомендовал, проекта «Реформация» Серж Харитонов, который, насколько я знаю, учился в Великобритании, как это было дело, и расскажет нам про мировой опыт монетизации СМИ, о том, какие есть новые подходы в этой отрасли, и о том, какие из них, на его взгляд, субъективны, применимы в Беларуси, какие нет. Пожалуйста, Серж. Спасибо большое. Я тоже сегодня в первый раз. Очень страшно выступать. Спасибо большое, что пришли, нашли время. Я, пожалуй, теоретик в этой части. В свое время я занимался одним медийным проектом в офлайне, и ничего необычного там мы не делали. Это был просто поиск инвестора, и работали мы как чисто коммерческий проект. Оказавшись в Беларуси, мне пришлось немножко подумать головой и понять, каким образом можно раскручивать новый проект, которым я сейчас занимаюсь. И вот к чему я пришел. Ситуация, в которой мы оказались, когда СМИ тяжело зарабатывать деньги, к счастью, это не только наша проблема, чисто белорусская или чисто журналистская. Это, в общем-то, одна большая проблема для всей глобальной экономики на сегодняшний день. И, в частности, в белорусских СМИ история такая же, как и во всем бизнесе. Сейчас сложно зарабатывать на высокой маржинальности, надо зарабатывать на обороте, привлекать много клиентов под маленькие цены. Мне кажется так. Глобально ничего не поменялось. В Америке по-прежнему 69% СМИ финансируются за счет рекламы. Я, к сожалению, не очень хорошо осведомлен по поводу ситуации в Беларуси. Может быть, вы мне подскажете. Ну, это очень сложный вывод, потому что СМИ разные бывают. Да, вот на примере лидеров. Не уверена, что могу отвечать за всех лидеров прям. Давайте поговорим о вас тогда. Мы прям финансируемся за счет рекламы. Мы успешные очень в этом смысле проекты. Мне кажется, что мы одни из немногих, кто это таким образом делает. Очень крупные интернет-ресурсы работают за счет того, что у них есть сервисы, которые приносят деньги, и таким образом спонсируются редакции. Это, наверное, наиболее распространенный способ финансирования белорусских классных успешных медиа. Ну, если мы говорим о бумаге, то это госдотации, есть еще какие-то инструменты и механизмы. Конечно. Что касается необычных методов финансирования СМИ, само собой, что если вы обращаетесь к независимым каким-то, ну, к новым методам, вам нужно также действовать немножко по-новому. В 2006 году же Нал Вайерт опубликовал статью, в которой указывал, который впервые ввел понятие краудсорсинга, и в нем было четыре пункта. Первый — это общественный разум вашей аудитории, второй — это пользовательский контент, третий — голосование, и четвертый — это краудфандинг. Собственно, поиск денег за счет обращения к широкому кругу читателей и получению небольших дотаций. На сегодняшний день мне сложно определить, есть ли в Беларуси такие СМИ, которые используют все четыре канала, даже через 10 лет после публикации этой статьи. Но что касается успешных примеров, которые, мне кажется, действительно интересными, и которые могут быть хорошей success story для других белорусских СМИ, в первую очередь это журнал «Имена», который смог реализовать в Беларуси, мне кажется, впервые схему, которая довольно распространена сейчас на Западе, и которая, исходя из всех тактик, которые применялись как тактики неконвенциональные, необычные, это метод продажи equity. Equity crowdfunding, когда вы продаете часть своей компании вашим читателям, то есть они становятся вашими собственниками вашего бизнеса, может быть, не наравне с вами, потому что все-таки вы не хотите продавать абсолютно все, но какие-то маленькие части, взамен на это вы можете их порадовать какими-то приятными сувенирами, но и, кроме того, можете профинансировать себя. У журнала «Имена» получилось собрать около 20 тысяч долларов, мне кажется, за свою компанию. Это, я считаю, очень хорошим результатом для Беларуси, для старта. Очень интересно, я уверен, что такой опыт будет дальше реализовываться другими СМИ, возможно, CityDog, может быть, Kuku, может быть, Тутбай. Все зависит, конечно, от… Уже надо отвечать. Если вы хотите. Я вот считаю, что CityDog не имеет права морального финансироваться через crowdfunding, потому что мы про другое. А почему? И многие медиа, мне кажется, немножко про другое, потому что странно просить у людей денег за то, что ты их развлекаешь. Ну, то есть, когда ты решаешь какую-то социальную функцию, это понятно. Ну, то есть, нам нужно существовать, мы нуждаемся в вас, а когда ты занимаешься чем-то, что вроде как, ну, с одной стороны, образовывает, но большую часть времени развлекает, ты как бы не очень имеешь на это право, мне кажется. Я готов платить за то, чтобы меня развлекали. Мне это очень нравится. Прекрасно. Я люблю быть веселым. Веселым быть лучше, чем грустным. Давайте мы, чтобы не разбивать фото дискуссии, просто получим докладчик, а потом будем выражать. В качестве примеров зарубежных, которые очень спешно реализовали подобную стратегию, я могу назвать три. Они также известны, как Большая Тройка. Это нидерландский проект Decorrespondent, это немецкий проект Crowd Reporter и El Espanol, испанский проект. Каждый из них смог заработать значительно больше миллиона долларов. И, в общем-то, схема у них была такая. Из своих компаний эти три издания извлекли несколько уроков, которые, может быть, будут полезны в Беларуси. Урок первый. Не нужно спрашивать аудиторию, что она хочет получить от вас. Спросите аудиторию, что вы хотите спросить у нее. Во-вторых, они рекомендуют найти евангелистов среди своих читателей. То есть вы занимаетесь не только тем, что вы информируете, например, или развлекаете, как сети Wood Dog своих читателей, но также вы ищете единомышленников. То есть ваши читатели могут стать не только поставщиками вашего контента, но и вашими рекламными агентами. То есть если вы сможете собрать поллюдей, которые действительно будут продвигать ваши какие-то идеалы, не знаю, как угодно, можете называть, то есть люди, которые будут бежать впереди вас и кричать, что ваш проект крутой, это будет большим подспорьем в том, чтобы собрать больше денежек. Кроме того, они советуют задуматься сразу о том, чем вы будете заниматься и как вы будете зарабатывать деньги после того, как вы провели первый цикл такого совместного финансирования с вашими читателями. Потому что можно заработать какой-то изначальный бюджет, но впоследствии этот бюджет закончится. И придумать, каким образом этим бюджетом распорядиться и как заработать новые денежки, это тоже вопрос, который ставят перед собой. Даже эти весьма-весьма успешные проекты, которые смогли собрать действительно очень много денег. Несмотря на то, что у них получилось собрать большие аудитории, что во многом связано с личностями, с персоналями людей, которые были в команде, многие из них столкнулись с тем, что аудитория этих изданий очень медленно растет. При больших рекламных бюджетах, при хорошей публисити у них не получается вырасти. И это может стать большой проблемой в Беларуси. У нас все-таки маленький рынок. Рынок рекламы у нас оценивается в 80 миллионов долларов где-то. И это вообще все. Это не только СМИ, это вообще все-все-все рекламные площадки. Все, что уходит рекламное агентство, на билборды, куда угодно. То есть это очень маленький рынок. Из-за этого зарабатывать в Беларуси становится, конечно, еще сложнее. Но и расходы у нас, конечно, не такие большие. Я считаю, что это может быть самой интересной такой тактикой на ближайшее время. К сожалению, есть у меня ощущение, что такая тактика может быть применена большими СМИ, которые уже известны, либо узким кругом журналистов, которые смогли зарекомендовать себя. Имя зачастую бежит впереди. И один из методов, который также сейчас очень популярен на Западе, это краудфандинг за счет имени журналиста, с которым связался тот или иной проект. Еще одна американская инициатива, Beacon Reader. Они собрали 150 замечательных авторов и работают по следующей концепции. Читатели оплачивают контент. 60% идет любимому автору. И 40% делится между всеми остальными. То есть таким образом они поддерживают не только одного какого-то автора, который нравится больше всех, но и других участников для того, чтобы их мотивировать. Соответственно, каждый автор будет мотивироваться еще больше тем, что помимо того, что он сам заработает, он сможет и от своих коллег что-то получить. Может быть, это тоже может быть использовано в Беларуси. Не знаю, мы пока этого не делали. Но очевидно, что в какой-то момент мы можем достигнуть той точки, когда будут существовать не большие СМИ, вот к которым мы привыкли. Тутбай, Ситидок, опять же, мой любимый Куку и так далее, и так далее, наши Нива. Это будут такие коллективы независимых журналистов, которые будут работать в команде, не называя себя каким-то одним СМИ с какой-то единой направленностью. То есть это будут такие вот облака, наверное, журналистов. И вполне вероятно, что какой-то такой проект может появиться и в Беларуси. То есть имя журналистов будет идти перед проектом и будет основываться на персоналиях. Есть такое ощущение, что может появиться такая история в Беларуси, и люди будут спонсировать не СМИ, а будут спонсировать именно журналистов. И журналист уже будет, наверное, по своему усмотрению как-то делиться бюджетом со своими коллегами, я не знаю. Но вот думаю, да, что такое вполне возможно. Звездная команда решает. Надеюсь, было полезно. Серж, а вот у меня сразу вопрос родился. На твой субъективный, опять же, взгляд. Много ли в Беларуси журналистов, которые своим именем могут привлечь какое бы то ни было финансирование по такой технологии? Ну, могу сказать, что на данный момент меня интересует больше всего какая-то общественная журналистика, политическая журналистика. В свое время покойный Павел Шеремет был таким вот человеком, я думаю, который смог бы легко собрать такой проект или собрать деньги крафтфандингам под свой просто персональный блок. Я уверен, что это сработало бы. Из белорусских журналистов, которые мне интересны, я могу сказать, что вот команда имен довольно неплохо справляется с этой задачей. И, несомненно, наша Нива, которая провела недавно тоже успешную кампанию, первую. Особенно интересно это тем, что это общественно-политическая СМИ. То есть наша Нива конкурирует со зданиями, у которых есть невероятная государственная поддержка, огромный ресурс. И наша Нива в этом смысле действительно такая вот настоящая, по сути, общественная газета, которая была поддержана. И мне кажется, что это очень-очень интересный опыт. Они собрали около 3000 долларов, мне кажется, в первую. Восемь с половой. Ага. Ну, я довольно давно глядел в статистику, значительно выросли личбы. Их это добрый, конечно. Вот. Что, конечно, подтверждает тезис о том, что такие журналисты есть. И я думаю, что вот команда нашей Нивы на данный момент является действительно такой очень звездной, интересной командой именно в области общественно-политических СМИ. Мне очень сложно говорить о каких-то других вещах, потому что не очень часто я читаю. Могу также назвать еще вот из таких журналистов. Ну, может быть, Эдуарда Пальчица и политического обозревателя Тудбая еще. Артема Шрайбмана, моего любимого. Ну, я уверен, что в Беларуси есть, конечно, такие вот звездные имена, которые могут попробовать что-то такое сделать. И это, конечно, вселяет определенный оптимизм. Просто мы говорили больше о том, что журналисты могут привлекать таким образом пожертвования или как бы это ни называлось, в рамках редакции. А вот я сейчас открыл не самое свежее, правда, датированное мартом 2016 года исследование Pew Research Center, такая исследовательская организация, по поводу медиапроектов, которые собирали деньги на Kickstarter, на одной из самых крупных, если не самой крупной, краудфандинговой платформе. Конечно, там больше западных проектов, в основном это американские, на втором и третьем местах, соответственно, Великобритания и Канада. Но, тем не менее, их опыт — это опыт, который можно изучать. И вот они проанализировали 658 проектов, медиапроектов, профинансированных за 7 лет и поняли, заключили, что больше всего финансирования как раз досталось не редакциям, не каким-то крупным медиаорганизациям, а частным лицам. Это 43% проектов. Я скажу более. Kickstarter вообще оказался очень интересным кейсом в плане краудфандинга для журналистики. Недавно я писал статью для реформации, как раз там рассказывал об этом. Как правило, успешные проекты по публичному сбору средств для журналистов происходят на нишевых платформах. И на Kickstarter, например, объем проектов, которые проходили именно как журналистские расследования по отношению ко всем остальным проектам, на которые собирались деньги, это 0.05%. При этом это самая последняя категория, самая маленькая. И при этом у журналистских расследований самый маленький success rate, то есть уровень успеха, как так, наверное, это переводится, это 21.54%. Это довольно мало. То есть один из пяти проектов, условно говоря, заканчивался успешно и собирал деньги, которые были изначально запланированы. А какая-то аналитика? С чем это может быть связано? Я думаю, в первую очередь это связано с тем, что журналисты уходили на нишевые платформы. В Америке было очень много нишевых платформ, которые работали на протяжении последних пяти лет. К сожалению, ни одна из них не смогла выжить до сегодняшнего дня. Самый большой успех таких вот платформ… Они работали довольно успешно некоторое время и затем, к сожалению, закрывались. Несколько успешных проектов было в Европе, в Британии. Такую попытку делал, по-моему, The Guardian. В течение двух лет, мне кажется, они тоже превратились в такой архив файлов неживой. И, в общем-то, ничего из этого не получилось. Но, как правило, американский опыт показывает, что самые успешные проекты проходили как раз на нишевых площадках. Кроме того, из вот этих проектов большой тройки, о которых я говорил, The Correspondent, Crowdreporter и Lespaniel, они создавали даже свои платформы для сбора средств. То есть они не шли ни на Kickstarter, ни на Indiegogo. Хотя и на Kickstarter, и на Indiegogo получались довольно неплохие проекты. И первый проект такой по-настоящему успешный делал такой онлайн-портал GoCare. Они собирали деньги, там 200 тысяч долларов, по-моему, когда появилась информация о том, что есть видео, на котором мэр Торонто нюхает крэк. И это был такой, наверное, первый действительно большой успех сбора средств таких вот, который получился на Kickstarter. Но потом они практически все уходили в нишевые платформы. И на нишевых платформах у многих получалось собирать денежку. Но для самих платформ это было не очень выгодно. Почему-то они закрывались в течение нескольких лет. Ну, получается, что мы все-таки все больше про краудфандинг пока что. А остальные новые способы монетизации, мы знаем, что Paywall, в принципе, появился не так давно. Это 5-7 лет. И уже есть успешный опыт российский. Я имею в виду газету «Ведомости». Я имею в виду телеканал «Дождь» и «Republic», бывший с «Лонру». Есть успешный опыт украинский. Но в Беларуси пока что мы фактически не видим таких успешных проектов с Paywall. В других отраслях, во многих, в принципе, тоже. Вот с чем, на твой взгляд, связано то обстоятельство, что белорусские редакции, белорусские журналисты, присутствует у них некоторая неторопливость в осваивании таких новых форматов монетизации и финансирования? Если ты согласен, конечно, с этим. Я думаю, что в этом есть какая-то определенная доля нашего белорусского партизанского духа, что, в общем-то, не так уж и плохо, потому что иногда надо посмотреть, работает какая-то история или нет. По поводу Paywall была недавно очень интересная дискуссия. Как раз Андрей Денько присутствовал. По-моему, это летучка нашей Нивы как раз была в пресс-клубе, может быть, месяц-два назад, перед Новым годом. И как раз обсуждался этот вопрос. Как говорил господин Марченко недавно, также у вас выступавший, новости и эксклюзивы мертвы. Если какой-то материал появляется в одном месте, он очень быстро может оказаться в другом. Это большая проблема. И в Беларуси, я думаю, что также проблема заключается в том, что у нас, например, есть там несколько таких крупных, самых больших СМИ в онлайне. И мне кажется, что они опасаются того, что если кто-то из них начнет работать с Paywall, то остальные заберут себе аудиторию. То есть нужно ли тут им договариваться как-то между собой, чтобы поставить Paywall сразу на трех-четырех крупнейших сайтах либо каким-то другим образом действовать? Может быть, это какой-то страх перед риском. То есть рискнуть и даже на неделю поставить Paywall, это все равно довольно значительные потери, мне кажется, в аудитории и в рекламном бюджете для больших редакций. Поэтому условия кризиса, мне кажется, они просто боятся идти на такой риск. Может быть, какие-то другие причины. Лучше всего об этом спросить у господина Зисера или еще у кого-то более осведомленного в этом, чем я. Но мне кажется, что Paywall будет возможен, если будут какие-то действительно уникальные материалы. Но опять же все упирается в то, что уникальные материалы очень быстро оказываются на других сайтах и теряют свою уникальность. Следовательно, никто за них платить не будет. Так как конкуренция в СМИ у нас довольно жесткая, у нас не очень много есть по-настоящему интересных каких-то изданий, как мне кажется, к сожалению. Хотя, надо сказать, что уровень журналистики у нас довольно-таки неплохой, интересный и с каждым годом становится намного-намного интереснее читать все, что появляется и выходит, и какие-то новые молодые проекты, и старые проекты. Но мне кажется, что Paywall пока это какой-то значительный риск, и плюс есть боязнь, наверное, перед тем, что люди не совсем готовы платить за такую информацию. Хотя рано или поздно, думаю, что такой какой-то наступит момент. Либо договорятся наши самые большие онлайн-редакции, либо появятся какие-то рисковые ребята, которые смогут действительно очень-очень интересный, уникальный контент делать. Но контентов в Беларуси очень много. Тут успеть бы прочитать то, что выходит сейчас. Понятно, Серж. Тогда если резюмировать, если рассматривать все эти новые способы монетизации, финансирования, если выстроить из них иерархию тех, которые наиболее применимы в беларуских условиях, на первом месте будет краудфандинг или что-то другое? Ну, топ-3 назовю, на твой взгляд. Очень сложный вопрос, потому что ни один из них у нас по большому счету не был реализован в таких вот прям больших масштабах. Мне кажется, что equity краудфандинг может быть интересен для каких-то развивающихся СМИ, которые могут собрать вокруг себя интересную аудиторию. То есть для общественно-политических СМИ каких-то это может быть хорошим ресурсом. Наверное, менее приемлемо это будет для СМИ развлекательного формата. Хотя, как я сказал, для меня, например, было бы очень интересно заплатить за какой-то контент развлекательный именно, но очень хорошего уровня. Мне не хватает, например, онлайн-телевидения в Беларуси какого-то классного. Когда это появится, может быть, я бы даже сам и заплатил. Но пока могу сказать так, что я за информацию, например, Тутбай и нашей Нивы онлайнера вполне готов был бы платить какие-то деньги ежемесячно уже сейчас. Мне кажется, что здесь возможности равны, и надо пробовать. Просто время покажет, какой метод больше будет даже по душе самим беларусам, что им больше понравится и что они сочтут более приемлемым. Это мы сейчас говорим о подписке какой-то, скорее всего, и ты считаешь… Подписка, paywall и, может быть, equity crowdfunding. Но, опять же, equity crowdfunding будет приемлем только для какого-то разового действия. Ну и вот опыт сбора денег на журналистские расследования, которые показала наша Нива, мне кажется, будет повторяться еще много-много раз в ближайшие годы. Это был отличный поинт. Спасибо большое, Сергей. Спасибо вам. Потому что мы сейчас переходим как раз к одному из первых успешных опытов именно краудфандинга. Это газета «Наша Нива». И следующий наш докладчик — это заместитель главного редактора «Наша Нива» Егор Мартинович, который расскажет об опыте нашей Нивы в сборе пожертвований на журналистские расследования как раз. Пожалуйста. Я бы хотел одразу вернуться до слова «Усержа» про сбор грошей ад именов. Гэта вельми паспеховый, вельми классный проект, але назвать имены полновартосным СМИ — это напаўно было б неправильно. Гэта не ведаю. Доброчинный проект, пляцовка для доброчинности, там, можно обзывать иначе. Имены — это два сплавы журналисты умовны, два сплавы менеджеры. Тобок гэта складана праўнаць там з редакцами анлайн, СМИ БЕРУСКАХ там за газетами, ўсім іншым, гэта такая вось вельми специфічная істория, якая, дзякуй Богу, спарцавала, але далёка не факт, што спарцавала пу некай іншай ситуацій. Тому вось мінавіта сярод СМИ мы ў нашей Ниве зрабілі гэта вось перша такі стартовый пробный проект. На нашых памылках і перемогах, я думаю, будуць вучыцца. Іншая, чому я пра гэта іще кажу, вось ў абед літеральна ў фейсбук-стушцы Кукуорг, вось ў іх з'явілася аб'ява пра то, што яны вось анансуюць свой краудфаудынговый проект, не ведаю, чому ян там будзе прасвечэнэ, яны жартуюць, што яны номят на гэта гроша карэктора, але не ведаю, на колькі гэта праудзіва і насабрач так будзе ўся прятыл, але таксама ўся трэвала будзе за іхнім вопытам забауляльна гэсьмі паглядзець. Бо ў нас ўся як було зауважана трапна громадзка-палітычна праў. Увогуле, наша Нива зверталася па да памогу, с просьбай да памагчы да чыта шоў іраней, але гэта была такая трошкі безсистэмная праца. Па прынцыпі, вось, вы нам ахверуці, калі васка, мы будзем ўдзячны вам. Табук ано ішло пра з банковскі пралічэнні адзінкавыя, пра важна ананімныя пралічэнні, і вось для нас було далікім адкрыцём, што ці гэта вось наступствы такой ўсягульнай бёрзкай либералізацій, ці просто громадзкаць становецца смелейшым, але смелейшей, але пачас нашага збору, ну, процэнтуз 90 тых, хто гвэрваў грошы, хто дапамагаў нам, і аны указывалі свае імёны, многі адразу пісалі пра гэта там ў Фейсбуку, ў Контакці, што вось я гэрваў, я гэнаруся, гэта не страшна, гэта не сорвна, рабіцца як я. Табук така ўся адбылась адде ананімізація, што вось таксамы адна з вартыг з'яваў. Пра тое, таксамы вось істотны штуршок для таго, каб запустіць гэтаў кампаніў, ў нас был чым. Да ліпіня 2016-га мы рабілі што тыгнёвую газету. Табук ўсі тых, хто хаціў нам дапамагчы, куплялі гэтае нумары, куплялі шмат хто з тых, хто газету па шчырасць асаблівай не чытаў, бо ўсю гэту інформацію ўже асваў в інтернеті, ля вось просто кап дапамагчы. Ад ліпіня мы прашлі на фэрмат што месячны, і адповедна трэба було гэтую ініціатыву, гэтай фідбэк ад чыта шоў, кудысь тыпа спарбаваць на керваць. Спасабы вось з падпіскай, яны таксама спарбавалі так зарабіць народныя воля ў свой час і прэсбоў. Такая вось мабілізація ўсёй аудитор, што давайте, рабяткі, навалімся, канец сніжня, падпішымся, як мага, больш, каб у нас былі грошы. Ну але с кожным годам гэтая практика прыносіла ўсё менш плёну. Калі вось паглядзець просто на лічбы электронныя падпіскі ад прэсбова, то ў гады стартаве яна даходзіла можа да 800 чылэк ці больш, тэпер там адсілаць за чэк з 200, і ты ўжо напаўну просто пад тардыцыі. Ось, таму мы пачалі сваю кампанію, яна пратягулася месяц. Паколькі не було абсалютна на каго арэнтавацца, мы паставіли арэнцір 10 тыс. рублёв. Хтось ті был рэдакція большам аптэмістам, хтось ті меньшим, але это такая, бось, была середня лічба учымсьць узятая ад балды. Ну, вэнку удавося сабраць 17 тыс. рублёв, тога это амаль, што 9 тыс. долярок віваленці па цеперчнім курсі. І мы гэта праводзалі праз пляцовку талакі, таму, в принципі, можна убачыць спіс ўсіх, хто ахверываў, ну, ўсіх, хто... Канешна, але калі натиснуць на гэтую кнопачку. А? Не-не, можна убачыць вось так вот, і адкрыцца спіс ўсіх з лічбами. Тому просто можна не ўсія свойліть тэхнічна эту вот. Там, ну, с нам агулам дапмагу 308 чалавек, там, ну, на сабраць, што там сума адбываецца крыху меньшая, таму, што адначцова ішоў збор праз талаку і праз арыб, просто, ну, ось праз арыб, камусь ты, чамусь ты було тэхнічна зручні. Аля агулам атрымавасе 17 тысіч. 308 чалавек, так саму ось цікавае было пытання, якую ставіць мінімальну суму дапамогі. Мы паставілі 10-рублёвы, махчыма, гэта была памылка, таму, што шмат хто выршу, окей, я хверую, 10 рублёв, ну, новымі, канешна, ўже. І на гэтым ўсё скончылся. Тобок, ў нас агулам, ну, сяреднія дапамога атрымавасе ад чалэка одного 55 рублёв, сяреднія лінуяна, зразумела, што это не заусім адэкватна, таму, што она узнялася за кошты некалькіх чалавек с агромністой дапамогой па тысячы. Недыянная гэта 20 рублёв. Тобок, гэта вось такая сума, якую звычайны сяредній чалавек можа нам аддаць і не збеднець ад гэтова. Ну, але і знов такі, мы заачапілі гэта 300 чалавек, калі улічыць, што сяреднія дзённая наведвальнаць сайта ННБА складае каля 35-40 тысяч чалавек, ну, зразумела, што гэта 1%, што дзённая аудиторая, гэта на адзвычай мала. Ну, але ўсё ж такі, ўсі эксперты нам сказали, што гэта кампанія на адзвычай плённая і пазитывная, ўсі нас пахвалілі, мы вось, якбы, спрабавалі асанцоваць, чому она ў нас отрымалася, і вогуля галовны, галовны, здабыты галовныя багацця нашай ННБА гэта звыш лаяльна аудиторія. Калі вось паглядзець статыстыку, праглядаў на статыстыку на аведванасці сайтаў на праталі Симмелер Вэб, можна і іншы праталі, ну, там будуть свымерныя пакашчыкі. Серэдні чытач праводзець на сайці нашы ННБА амаў, што 12 хвілін. Тобок гэта вот сирот беларускіх СМІ і інформаційных пляцовык, гэта найлепшы пакашчыку вогалі. Тобок я сабе спецаальна захвал паглядзець, анлайнер, каля 9 хвілін, ну, але гэта таксама ўсё ж анлайнер, гэта першую чаргу каталог барахолка. Той, хто заходзець чукаць быў айфон, і он праглядзець, ну, там, аб'яваў з 20, тобок гэта час будзе на адзвычыў высокі. Тут баў з сервісамі з ягонамі шэсь паловай, а ўжо там іншыя інформаційныя ресурсы, кштаў, там, свабода 2.45, куку, 2 хвіліны, ў белты, хвіліна 40 секунд. Тобок ў нас звышы лаяльна аудиторія, якая гатовае быць з нами ў любой ситуаціі, і вось мы паспробавалі гэтую лаяльнасць монетизаваць. Да, тако вось пытання, што, ну, ці махчыма просто прадаваць інформацію за грошы, я лічу, што ў беларускіх реалях гэта не махчыма па 2 прачынах. Чаму не махчыма прадаваць усім іншым, тубок ўсім апроч нашы нивы і умовнага радыў свабода. Беларускія сьмі дзеймічаюць ў русска умовнага інформаційны прасторы, таму навад, калі тут бай онлайнерсіць, і док ўсі іншыя дамовецца, што адзавтра інформація платная, інформація з лентару, інформація з медузы, там, з усіх іншых, яна застанецца бесплатной. Увыніку отрываецца, што вялікая колькаць чыта-чоў, яны просто адыдуць на русска умовныя пляцолкі, ўвыніку беларускія інформаційна полі, якоя ітак, можна сказаць, занятая, можна сказаць, акупірованая расіскімі сьмі, яно будзе вось яшчэ менші-менш контралявацца беларусамі. Тубок гэта ўшу пытані просто інформаційной безпекі країны. Калі казаць пра сьмі беларускам умовныя, ў нас пытані не толькі вось, каб быць выклюшна комерційными, выклюшна накручваць доходы за кошт рекламы, хоць мы гэта раз разумеў і не адмовімся, ніколі это было быдатна і дальна. Аля ў нас іще функція асветніцкая і функція захавання хоць якой беларускамоўныя прасторы ў Украіні, дзе такіх прастор становіцца ўсё менш, і дзержаванная патрынка минимальна ці вогля ніякая. Тобок, калі ў нас будзе пытані ці нам мець 50 чалавек, падпішчыков, які нам будзуць платіць грошы альбо 500 бесплатных, лепшы ўже 500 бесплатных, а грошы шукаць іншым шляхам. Схэма вось з платной падпіскай, яна ідеальна спрацовыўе ў країнах штаву, не веду, ў Польшы альбо дзе, дзе ўся аудыторія ўспырмае адну мову. Тобок, ты інформацію па Польску не чукаць болшы нидзе. Тому там, да, тама такую схэму вось махчыма украняць, што дамовилися ўсе смі, і адзаўтра інформація платная. С русской мовы, як надзвычый такой, расповсюджанай ў вялікай, ў вялікіх суўседніх країнах, мы не зможам конкуроваць напрямую на таких вось рынковых мовах. Вось, это што основное, хотелось бы сказать. Велікіцеку, першыя маю пытання, вось аналізуючы вынікі вашай кампаніі, што б вы зараз зрабіли інакш? Мы, што б зрабіли інакш, ну, напэлна, па першы, трэба було ўсё шуцдымаць, суму этой вось минимальній допамогі. Табо, ктады плён был трошкі большы. Так сама, бэлі, можна вось аналізоваць па графіку, ў сплэскі, вось, якбы, ў сплэскі актывнасті аудыторы, калі шва больша грошы. Ну, зразумеў, гэта воглі ў першыя дні, калі толькі мы абестілі. Так сама, гэта былі дні, ў які мы працягвалі медая асобаў, медай персонаў, каб яны, ну, умовна пра рекламавалі. Причым, гэта спарцовуваў і ў плані тым, што ім дастаткова адпісаць ў сваім фэйсбуку, што ось зверніць увагу, што нашы нива збірае грошы да памажыць ім, і гэта вось спарцовува. І, калі мы абвестілі, ўже ось ў картінках, патрабязна дизайн тых прызоў, які атрымаюць ты, хто нам да памагаю. Бо, словах вярбаць, тут оно всё ж не зусім корэктна і ў законодавчым плані, і ў сэнсывам напаўна. То ў кнам трэба б было больша сэнсывана, гэта вось этапы раставіць, каб был больша ефект. Так сама мы пачалі свою кампанію адрымлявіцца прамлізана 10-га Снежні, ўже я аддакладна не памятаю, і то, што ішло ў Снежні, яно ішло даволі актывна. Вось мы пачалі 8-га Снежні, ну а лі, да, фактична там за кушт реклама ў Снежні з 10-га. То, што ішло ў студіні, ўже ішло, ну так, пакарсі, то бок ў студіні ўже ўсе патратіли ўсе сваводны і несваводны грошы, таму ніхто ўже платіць не хатеў. Ну і вось ў дзень апошні, там ў дзень ў 2, калі мы ўже абвестіли, што зверніцю вагу апошні дзень, грошы папёрлі просто с хуткістю агромністы, то бок так сама да апошня га там дня 2-х адна раней, бёруся пратызанцкая нація, якая хаваецца, хаваецца, пасля ўсе з леса адразу выходець. Таму нам ўсь трэба було быць больш гатовым да ўтага масава выходу з лесу. А ўць гэта іншая сумма, сумма хрошая, які трэба працягнуць падшас кампанія, 10-10 рублёв, якая была ў вас, ці не з'явілася яна на ваш погляд не якім стрымліваючым факторам, калі яна ўже была перакрошена? Ну, мы спачатку баяліся, што вось такі ефекты будзь, але меркучы па тым, што яна як да 100% падыходзіла, так і шва далей, то яно якбы не істотна ўплывала. Чаму мы вогля взяли гэтую ліжбу, мы спыталі ў Талакі і ў Улія, дві міснуючі пляцовкі, які ў їх былі самы паспяховыя праекты. І ўбачалі, што іхні рекордсмэны набіралі вось ну, там, ад 10 до 15 тыс. Гэта было вось просто найлепше, максимальне, што існуе. Там вось, напрэклад, ў Улія был абсалютны пераможцца гэта книга Марцава, але, ну, і знов такі, тут трэба мерковаць тымі, хто збіраў, бак, калі я адкрыл іты, вот, спіс тых, хто і колькі хвервал на Улії і сплюсуваўся гэтая ліжбы, там атрымалася с 11-12, а не 17, як не 18-500, як у іх пазначы. Таму я не ведаю, ў чым таму іх гэтая, вот, так сама технічная сабліласті. Таму гэта был арэнцірна лідараў, а казалася, што потэнціал іще больше ў нас. А вось сама тема, мінавіта афераванні, ті не афераванні, а фінасаванні, калі поправеца, мінавіта расследування. Вось сяш казал, што на расследуванні ў вогалі збіраўць ў світе зусімня шмат. А што вы думаці, калі па обвестили іншую тэму, іншую мэту, просто функціонаванні на шэнів, функціонаванні редакцій, ті некіх особных проектов ў рамках редакцій. Ці был бы водгук більшым? Можж мене зразуміли, кірху не так. Збіраецца даволі много грошів на гатую тэма, але таму што кікстарт разбірае на розны інноваційныя праекты таксамы. Журналиста ка застаецца нєдзі там ў маргінальніх адсотках. Ну так, я меў навазі прас мінавіта карафаннігава агульна кампані, платформы. Ну, я не ведаю, таму што калі шчыра мы акраслівалі тэму дастаткова абстрактна, табок мы не писалі, што вось снуе спісы з дзясяці тэм, які мы зробім, калі вы ахвяруйці грошы, а калі не ахвяруйці, то абидзіціся без іх. Мы указываем ў прынцапі на расследванні, зразуміло, што гэта назначэні дастаткова шырокая, хто як гэта ўспырмаў, ну, в выпадку любым мы ўдячны. Тут, ну, такога конкретнага чагось ці сквадана. Чакаць было, што вось хтось ці мінавіта вось на конкретнэ расследванні яго сабі ў галаві ўявіў і ахвярвал. Але як вылішці, ось апошнія расследаванні, расследаванні, які былі лятоць зроблені на шыні, пранамсі пра казаковыць, тоя што Артём Горбасович шабіў пра рускій свєт, яны якім шынам пауплывалі на вынікі кампані. Зразумела, што мы ўказывалі вось ўсё шы гэтай заявачны темі расследванні, таму што гэта лічылі адным з сваіх наймацнэйшых бакоў. Тубок можна указываць, што не ведаю. Мы збіраем грошы на святленні темы кахані і секс, але ну, это не тое, дзе аудыторы ўспырмай, што ўтэта унікальнае, квасная тема на нашай ниве. Расследванні – это тое, дзе некаторые журналісты зробіли своё імя, некія вельмі гучныя публікація былі, таму, ну, это он тое, што на свыху, таму, яно допамагаю ўсё ж не акцентаваць ўвагу чытача і звернуць ось, якбы, ён вернуўся ўзгадаў пра тое, што ўму махчыма падабаліся гэтай матеріалы. Тубок фактична, вы редакція значылі вашу фішку, як редакція, іная я збіралі. Ну, ось ўгодзі ў гэтам, да, махчыма, мы ўсё ж спадзіямся некэты праект краудфаудынгу зарабіць, што гадовым, ну, не веду, махчыма, трэба будзе шукаць іншія, некія акценты ўгодзі, ось, ў гэтам ў канцы. Махчыма, акажацца, што мы сможам і знову вернуцца да темы расследванів. Это ўсё трэба аналізаваць і асанцоваць гэту кампанію, конечна. Я дарэші хадяў паспытаць, што вы хочешті зарабіць у працякці? Чешній кіплан ці, ці ва пакульну лізу ісчё. Пакульна ше гэта агучваць. Рана, ше, толькі студзінь сканчваецца. Айші цэлый год для асанцовання гэтам. Великий дяку, Йогор. І мы переходім к третьему нашому докладчіку, который коснётся другой немножко темы в рамках нашей общей темы. Это нативная реклама. Это тоже один из новых способов монетизации. И одним из тех, кто наиболее, на наш взгляд, как пресс-клуба преуспел здесь, в Беларуси, это является проект CityDog. И вот, собственно, Яси Королевич картель из CityDog расскажет нам про этот успешный кейс. Пожалуйста. Ну да, я могу сказать, что мы, наверное, просто были первыми, кто начал заниматься нативной рекламой в Беларуси. И как любит рассказывать наш главный редактор Сергей Сахаров, мы просто не очень сильно этим хвастались. И вот, например, кейс Медузы прекрасен тем, что, начав делать нативную рекламу, они очень громко стали рассказывать о том, что они этим занимаются. И вот все запомнили, что нативная реклама — это Медуза. Это очень классный кейс. И всем стоит запомнить, что чем больше вы хвастаетесь, тем лучше вас ассоциируют с чем-то. Так вот, просто запуская CityDog 5 лет назад, уже почти 5 лет назад, там же история в чем была. Мы хотели сделать газету бумажную, но два года подряд Министерство информации отказывало нам в лицензии, и поэтому мы решили делать сайт. Это сейчас так понятно, что это хорошая вообще история, что мы не работаем с бумагой, а работаем с интернетом. Когда мы запускались, было заранее понятно, что готовых схем монетизации ни у кого нет. Не только в Беларуси, но, в общем-то, и в мире. То есть были такие модели, что можно и так, и так, и так, и так, и так. И вот, например, там есть 8 методов монетизации, вот этот подразделяет всю монетизацию на 5 методов, но никто точно не знал, как это работает в Беларуси. Мы, когда запускались, мы еще надеялись на медийную рекламу. Это сейчас понятно, что баннеры и все вот это вот умрет года через два и просто не сможет никого окупать. Оно уже сейчас никого не окупает, но приносит какую-то там сумму, которая помогает тебе существовать. Но понятно уже, что много людей пользуются адблокером. В Беларуси еще мало, а в Европе, например, очень много. Многие люди просто видят белые пятна на месте баннеров. Вообще все это работает не так. И мы стали заниматься другой рекламой, потому что это показалось нам довольно логичным. Нативной рекламой это попытка сделать контент, который полезен рекламодателю, интересным для читателя. Тут вроде бы ничего сложного нету, но просто в этом методе важно понимать свою аудиторию. И тут я просто хотела бы вернуться к какому-то такому уровню обобщения, которым мне бы хотелось, может быть, немножко ответить Сержу. Мне просто кажется, что когда мы говорим о немодизации любого издания, мы говорим о том, что какое-то время издание зарабатывает тебе репутацию и нарабатывает социальный капитал, а потом конвертирует эту репутацию в то, что может принести деньги. Ну то есть финансирует себя. И не так важно, мне кажется, говорить о формах этой конвертации социального капитала. Ну то есть понятно, что она очень разная может быть. Например, примеры европейские или американские. Мне читать в твоей статье было очень сложно, потому что я сижу и думаю, ну окей, да, вот бывает так. Но как это соотносится с моей реальностью? И очень мало соотносится на самом деле. Ну то есть для меня история про успешный краудфандинг имен и нашей Нивы кажется прекрасной, но конечной. Это не то, что может продолжаться бесконечно, потому что capacity условного рынка очень маленькая. Ну то есть у меня сейчас идет свой собственный небольшой краудфандинг проект на отвлеченную от медиа тему. Оно связано с музыкой, то есть артом и экологией. Ну то есть это еще не популярнее, чем медиа. Но я просто смотрю, как это работает вот в ручном режиме. Я понимаю, что это не про то, что мы плохие или работаем достаточно прямо или эффективно, хотя и это тоже. Но просто количество людей, которые готовы давать деньги на то, что вы делаете, в Беларуси довольно маленькое. Это тоже нормально. У нас такая экономическая ситуация сейчас. У нас такая привычка к участию в кронфандинге. С другой стороны, конечно, ну это я же говорю, экономическая ситуация. Но два года назад еще и этого не было. То есть можно, конечно, поверить, что через четыре года все страны друг богатыми и сознательными, но я бы и бизнес-модели на таких мечтах не строила, прямо скажем. И история и про имена, и про нашу Ниву, это про очень уникальный контент, очень отличный от всего на свете, что есть в Беларуси. И в этом смысле паевол, на мой взгляд, в Беларуси не очень сработает, даже если он будет работать по польскому медиу, о боже мой, модели пьяно, кажется, когда называлась. Просто потому что, а мы кого будем закрывать паеволом? Тех, кто одно и то же пишет все время, ну под разным соусом. У нас немножко другая ситуация. У нас не так много инфоповодов, у нас не так много изданий, которые способны выдавливать из себя прекрасные, очень отличающиеся от других людей материалы. Их правда, там раз, два, три и все. И если мы закрываем эти раз, два, три все паеволом, то ну как бы и что? Это мы получаем там в первый месяц 20 тысяч людей в лучшем случае, которые дают деньги, а через полгода и сколько будет? А какие это деньги будут? Ну то есть это все классные истории, но они не про сегодня, и не про сейчас, и не про мою страну, как бы мне не хотелось. И поэтому мне кажется, что модель с… А, да, есть же еще прекрасный пример. У нас же паеволом, ну условным паеволом закрывали про бизнес. У них была часть контента, который был доступен, только если за него заплатить. Ну вот на момент ноября прошлого года, 2015-го, правда, я знала, что ни одной покупки этого платного контента не состоялось. Ну вот из таких нужно исходить знаний, когда мы разговариваем о том, как мы будем монетизировать белорусские медиа. Но при этом, кстати, про бизнес очень успешен другим методом монетизации, который довольно популярен у больших изданий европейских и американских. Они проводят платные мероприятия. Фактически они свою репутацию конвертируют в то, что вот мы знаем, кто классный, мы знаем, кого вы должны послушать, мы их пригласим, вы нам заплатите деньги. И это правда такая очень интересная модель. И мы в Ситидоге думали о том, чтобы попробовать что-то такое сделать. Но тут тоже нужно говорить о конъюнктуре рынка. Кого вы должны привозить в Беларусь на платные мероприятия или кого из Беларуси брать, если тут есть конъюнктура, условно говоря, пресс-клуба, мероприятий для медиа, которые делаются 34, летучего университета, е-клуба, которые финансируются другим образом и могут позволить себе бесплатные мероприятия. Какая аудитория есть из тех, что готовы заплатить вам какие-то деньги, которые позволят вам привезти кого-то важную. И как бы модель классная, но готовы ли мы с ней работать? Непонятно. А с нативной рекламой все просто. Вы просто должны быть хорошим медиа, хорошо понимать про своего читателя и делать так, чтобы ему было интересно читать и клиентов находить таких, про которых интересно писать. Вот. Короткая история. Так расскажите, собственно, про то, как все просто с нативной рекламой, как вы ввязались и какие успехи? Мне сейчас даже сложно сказать, в каком году мы начали нативной рекламой заниматься. Но точно не первые два года. Первые два года мы существовали как на стадии инвестирования в собственный социальный капитал. А потом потихоньку дело пошло. Мне кажется, что самым первым крупным шумным для нас проектом были отметные, да, с Samsung, которые мы запустили два года назад фактически. Вот. И это как бы про нативную рекламу можно по-разному говорить. Кто-то говорит как нативный проект про одну статью, а кто-то говорит как про нативный проект про серию материалов под общей идеей для одного и того же клиента. Ну и вот мы работаем и так, и так. Ну понятно, что делать большие проекты вроде одни от их интереснее, потому что вы вместе с клиентом разрабатываете идею, вместе с клиентом, ну объясняете клиенту, почему так будет хорошо, над чем вы вместе работаете, а потом уже затачиваете редакцию под то, чтобы контент был таким, чтобы это было всем интересно, кому-то полезно. Просто если вы говорите о процессе, а что вы хотите узнать конкретно. Вопросы еще будут, но вообще сам механизм, как это происходит, как вы нашли своих первых клиентов здесь, как определились. Я должна сказать, что рядом с нами сидит Максим Лев, наш прекрасный менеджер, который знает про процесс работы с клиентами больше всех. Ну да, я не могу сказать, что это прям такой очень увлекательный процесс. Есть специальный человек, который общается с клиентами, ведет документы и передает редакции тайное знание о том, чего хочет клиент. Он параллельно должен обладать хорошими фильтрами, чтобы понять, а потом выпустить по-разному. Просто я пытаюсь понять, вот вы, допустим, пришли с активной рекламы на фактически пустое поле, на котором практически ничего не росло. И как вы нашли клиента, как вы объяснили ему, что это сработает в Беларуси? А репутация у нас хорошая была. Это вот про это. Ну, редакцию CityDog'а делают люди с гигантским опытом работы в медиа и с очень классной репутацией. Ну, то есть основу CityDog'а на старте составляли люди, которые в 98-м году начали делать студентскую думку. Про них, ну, в общем, все знали, что они хороши в том, что они делают. Они вот, ну, знают свое дело, делают его с любовью и получают хороший результат. И поскольку… Ну, там еще такая история, что когда студентская думка была закрыта из-за судебных дел, ну, когда в начале нулевых были все эти истории с закрытием общественных организаций, студентской думке тоже досталось. В какой-то момент студентская думка стала, поскольку было запрещено выпускать ее бумажным тиражом, стала выходить на дисках. Потом появился сайт 34-магнет. Примерно в это время команда, которая запускала студентскую думку в том виде, в котором она стала известной, создала рекламное агентство «Франциск Групп», а 34-магнет, в которые превратилась студентская думка как интернет-сайт, передала молодому поколению. И фактически наши пути разошлись. То есть мы до сих пор дружим, но это уже две разные структуры. И в какой-то момент люди, которые из студентской думки перешли в рекламное агентство, вдруг поняли, что уже очень-очень устали делать рекламу. И хочется заниматься тем, что, ну вот к чему душа лежит, делать медиа. И поэтому у нас была такая очень классная стартовая площадка, что ребята и про рекламу понимали, и про медиа. Это нам очень помогло. Ну и, конечно же, мы следили за всем, что происходит в мире. Тут сложно было не заметить. То есть фактически первые клиенты в нативке появились благодаря репутации? А мне вообще кажется, что все делается благодаря репутации. Просто что в Беларуси этот институт немного побит. Но это не значит, что им не стоит, ну стоит пренебрегать. Наоборот, нужно работать на репутацию. Хорошо, но с клиентами понятно. А вот как вы читатели, вводили в этот новый формат? То есть, ну, например, условная ситуация, да, я смоделирую, просто пишет какой-то раз гневный читатель и говорит, а зачем вы джинсу публикуете? Было ли такое? Было, да. Ну, понятно. Как вы объясняли разницу? Понимаете, джинса — это когда ничего не подписано, и все делается так, чтобы читатель не знал, что вороплачен, да. И ты как бы хвалишь, насколько я знаю про джинсу. Ты как бы хвалишь, но ни при чем. А это же очень нечестная позиция. Мы ее избегали. Мы честно рассказывали, что вот вместе с Самсунгом, вот вам МНП, вот вам все законы соблюдены. Вот мы благодарны клиентам, рассказываем им об этом. Они нас поддерживают. Мы их поддерживаем. Клиенты говорят, так хорошо с Ситидогом работать. Репутация разрастается. Отличная картина. А сейчас в каком состоянии дела? То есть растет и ширится нативка у вас? Ну да, да. У нас мы очень хорошо завершили прошлый год, несмотря на то, что начинался он плохо. Но он у всех очень плохо начинался, потому что понятно, какое у нас экономическое состояние. Но да, мы просто… Это же тоже очень хорошая история. Чем больше ты занимаешься нативной рекламой, тем лучше твоя репутация. То есть если ты не допускаешь промахов, то твои клиенты советуют тебя другим клиентам и так далее. Но просто еще нужно понимать, что в нативной рекламе все очень классно, потому что… Вообще в рекламе для медиа все очень классно, потому что она тебя заставляет расти. Когда ты годами делаешь одно и то же, ты немножко закисаешь. И ты одни и те же форматы используешь, одни и те же журналисты у тебя пишут одни и те же статьи по одному и тому же поводу. Например, в России есть такая история, что каждое крещение на любом сайте появляется вот этот фотоотчет, как кто-то прыгает в лунку. Прорубь, извините. Так и это нормальная ситуация, в общем, для любого издания. А рекламодатель, он тебя очень пинает. Ну то есть либо ты сам в редакции поставлен, заточен на то, чтобы каждый раз пробовать новый формат, там тест поинтереснее сделать, воспользоваться тильдой для верстки, сделать более сложный материал, чем твои журналисты могут и через это журналистов подрастить. А рекламодатели в этом смысле хитрые же. Им же самим нужно получше. Поэтому они приходят и тебя еще извне пинают. Что типа, а вот вы для них сделали такой классный материал или такую классную рубрику, а давайте для нас делайте что-то похожее, только лучше. Ты сидишь и думаешь, как сделать лучше. Это такая вин-вин ситуация. Расскажите про промахи. Вообще мой самый-самый любимый для рассказа промах связан с чемпионатом мира по хоккею. Мы решили сделать англоязычную версию в расчете на то, что приедут туристы и будут читать. И это будет интересно людям, которые захотят с туристами поговорить про Минск. Ну как бы просчет был простой. Ну по-английски про Беларусь никто ничего не писал. Такой контент, как у нас был, ни у кого больше на английском не был в принципе, а он был нужен туристу. Но мы переоценили количество людей, которым это может быть нужно, и затраты были намного выше, чем ресурсы. Что мы тратим на то, чтобы написать эти статьи или перевести что-то. Намного ниже, чем про заработок от этого. Ну и мы закрыли. Но это, кстати, тоже хорошо. В этом же нет ничего плохого. Это очень-очень ценный опыт, когда ты видишь, что ты сделал не так, и можешь это отрефлексировать и исправить. Ну мой еще один любимый, я бы даже не назвала это промахом, но у нас в прошлом году был такой проект Grassroot. Он посвящен активизму. И он спонсорский. И он совершенно честно об этом пишет. Ну то есть у нас рубрика помечена, всюду есть УНП, мы всюду пишем, что делаем его в партнерстве. И фишка рубрики в том, что мы пишем о низовых активистах. Ну просто в Минске поменялось кое-что за последние пять лет, условно говоря. И ну если еще четыре года назад вы встречали активистов, и это были такие либо побитые жизнью люди, которые опускали руки, либо это были политические партии, ну или политические активисты, которым бы хорошо было бы, чтобы они опустили руки, то они все нет. За последние несколько лет выросло какое-то новое поколение активистов, не битых совершенно, которые очень верят в то, что все можно поменять и на самом-самом низовом уровне меняют. Ну то есть условно говоря от того, что они таблички расставляют в парках, чтобы за собаками убирали до, я не знаю, до Калиласки, которую все знают, благотворительный магазин, куда можно принести одежду ненужную, они эту одежду передают в интернаты, пять процентов этой одежды продают и на эти деньги существуют. Ну вот это такой очень простой активизм, но очень красивый. Вот у нас рубрика целая о таких активистах. И к 7 ноября революции мы выпустили материал про куропаты, чтобы напомнить, что ребята, в общем, не надо так радоваться, были и не самые хорошие истории, о которых мы почему-то забываем. И у меня в фейсбуке под постом развилась бурная совершенно дискуссия о том, что как вы берете деньги за то, чтобы писать о куропатах? Как вы вообще можете? Мы сидели и думали, а вообще, чего нас так спрашивают? Мы же честно рассказываем, что мы берем. Нам кажется, что очень здорово, что кто-то готов платить за то, чтобы как можно больше людей узнавало о вот этом вот. А мы не охудшим, нажали. Парабач. Я после расскажу. Я думал, с УНП и все такое и там было? Там было УНП, УНП, офис европейской экспертизы и коммуникации. Ну, подробязности у кулуарок можно дознаться. Спасибо большое, Яся. Ну, наверное, такой завершающий тоже мой вопрос, а потом уже перейдем к вопросам из зала. То же самое, вот что про crowdfunding. Что бы вы сделали по-другому сейчас? Сделали бы что-нибудь по-другому, если бы начинали нативкой заниматься сейчас? А, ну и вот еще, да, как себя сектор нативной рекламы чувствует дважды или трижды упомянутой экономической ситуацией, нехорошей в Беларуси сейчас? Ну, первое, я бы сказала, что мы были слишком скромными. Нам стоило раньше начинать громко говорить о том, каким классным и что мы научились делать, и что мы делаем хорошо этим опытом делиться. Потому что мы были больше заточены на то, чтобы улучшаться и делать что-то, а лучше было начинать говорить об этом заранее. Наверное, я персонально, ну, более тщательно работала с брифами. Но мы сейчас классно все делаем, и медиакит мы бы перезапустили пораньше, если бы вот так прям. Просто сейчас у нас очень-очень классно, и там все понятно, а какое-то время медиакита у нас не было публично. А про как мы себя чувствуем, ну, вот, честно говоря, ну, лучше, чем можно было ожидать. Потому что, ну, понятно, что есть проблемы, и понятно, что мы живем в состоянии, в котором действительно мы находимся в состоянии очень тяжелого экономического кризиса, из которого, ну, непонятно, когда мы выйдем. И то, что сейчас хорошо, не значит, что через полгода не станет хуже. Потому что, ну, рекламный рынок ложится в первую очередь. Может быть, не в первую, но в начале там. А мы от него зависим. Но это удивительно, насколько хорошо шли дела в конце года. Когда вот, казалось бы, ну, и не только у нас при этом. Я знаю про несколько региональных изданий, у которых все было классно. Ну, можно отследить по количеству нативной рекламы в других изданиях, которая была к концу года. Это все очень хорошая история. Мне просто кажется, что мы уже, ну, не только мы, но и благодаря нам тоже и рекламодатели начинают понимать, как медийная реклама работает и почему стоит ее делать. Поэтому как-то сейчас я так на это более-менее оптимистично смотрю. А почему в конце года все стремились потратить бюджеты? Ну, мне кажется, что да. Я думаю, что оставались бюджеты и нужно было их потратить. Ну, не знаю, мы-то и на новый год договаривались с конкретными рекламодателями о продолжении или о новых проектах. Спасибо большое, Яся. Я думаю, сейчас самое время прийти к вопросам из зала, к нашим докладчикам. Если таковые имеются, конечно. Яся, вы упоминали. Забыл. Отблокеры. Как бороться с упущенной монетизацией? Например, сайт CNews российский про технику, он просто не показывает ничего, если не отключишь отблокера. Другие просят вежливо, отключите, пожалуйста, это труд журналистов, бла-бла-бла. Как вы с этим боретесь? Боретесь ли вообще? Нет, мы так не делаем. Ну, мне кажется, что просить человека, чтобы ему было неудобно, не совсем корректно. Но это мое персональное мнение. Не могу сказать, что я выражаю эти мнения редакции, и мы об этом не то чтобы говорили. Но я персонально в редакции давлю за то, чтобы не быть надоедливыми. Ну, то есть вот мне, например, очень не нравится, когда на других сайтах всплывают кнопочки типа подключитесь на наше оповещение, мы не будем вам надоедать всего 10 сообщений в день. И у нас этого на сайте нет. Ну, и мне кажется, что с отблокерами такая же ситуация. Ну, я понимаю тех, кто так делает, но мне хотелось бы быть более мягкой в коммуникации. Ну, я не думаю, что я смогу кого-то уговорить отключить сетблокер, кто осознанно его поставил. Мне кажется, что я скорее отговорю этого человека заходить ко мне на сайт. Вот. И, ну, правда, с баннерной рекламой сейчас еще очень-очень плохо. И будет только хуже. Поэтому эти такие последние трепыхания отключить сетблокер, ну, не знаю, мне кажется, это как-то так. Не очень. Не знаю. Ну, я же вот не в рекламном отделе. Я редактор. У меня немножко другая по поводу позиции. Вось, все, что сегодня тут гучало, это дотышалось контенту, який, так бы, мовець литарками по экране, типа паперы. А як, вось, на вашу агунную думку, скажем, было бы взрушно монетизовать, ну, скажем, рады? Вось, мне, як старому радышку, гадая пытайне было бы цикаво. А я, ну, у нас еще истнует. Я, прятое, что, ну, я под першой мерку, что никто нас с рады тут не, особливо, не сутыкауся, але, ну, калю у рады истнует один формат, даже информация, это аудио, то вы и все включают юнистары, все инши, просто, как послухать музыку, то иншага шляху, чем просто ось это пятисекундное на дакушливое распроад, даже манамах, ювелирное, бла-бла-бла, ну, тут нічого вы и не чукаете. Вы калі-небудь бачили сайт рады «Эхо Москвы»? Ну, это уже... Гэта, и не бла-бла-бла, гэта особная великая медая. Гэта не радая, да, это особная медая. У Беларуссии таких прецэдэнтау нема, и я калі-небачу ніякага грамадзкага запыту на то, каб умовны тут бай заводзеў свою радиостанцую, вось, мінавіта, ну, каб гэта рады было хацяб там, ну, с процэнтаў там, с 20 ад агульнага, вось, ну, ад агульнага іхнега продукта. Тобок умовны там, евро-радио-свабода, які навад задумываліся, як радиостанцы, ну, яны пераходзец ў разрат звычайнах портаваў, альбо вогулі, як свабода сыходзець на 90% ў соцальны сеткі. Тобок ауде ў Беларуссі, оно, не веду, не модны, не патрэбна, альбо ше што, ано не працюе. Я вось не сгадзілася, б я таксама не вельми добра разумею пра радыо, якуе можна паслухаць ў машыне, але я разумею пра интернет радыо, крыху лепш, прэсклаб с разам с 34 магнат привоззілі радыо аристократы Юру Марченко сёбы, і он вельми добра тлумачу, як яны на гэтым працююць. І калі аристократы з'явіліся, ім було вельми складана, а зараз ў адным Киеве 4-5 радыо-станцы і кшталту аристократу. І яны працююць таксамы празнатывну рекламу. Яны робяць зусім іншы контэнт, і таму цікавяць рекламадавцу, таму што гэта цікавей, чым, ну, зрабіць гэтат джынгл на Юнистар. Юнистар добра зарабляе. Просто адзінае, што гэта розныя форматы радыо. Ну, вось, аристократы яны хучей... Ну, гэта не еха мазквы, зразумела, але гэта ближай до січі долу. У такім ауды... Дзарква велики. Я ашча хотела скайць пра падкасты, просто я не згоднаю тым, што не запатрабаваны формат. Ніхто добра з гэтым не працюю, але мне падаецца, што можна стварыць попыт. Ну, вось, падкасты гэта тое, што попыт на інформацію таким чынам досягаючую чалавека. Ну, мене падаецца, што просто ніхто з нас не спарабаваў з падкастами працаваць, а можа быць... Ну, мы думаем пра тое, каб с 34 паспарабаваць нешто зарабіць і паглядзець, што з гэта будзе. Ну, не атрымаецца? Не атрымаецца. Але гэта не знача, што нема нічого. Ме вельмі падабаецца гэта пытання, таму што рады ёліто моў саму любэну формат, на сам рач. І, нажаль, не дужа цікава рады ёсць на Беларусі, як бы працюў на вітаўу рады ё формаці, яку я б слухаў кожны дзень. Слухаю, эхэ масквы кожны дзень, дакладна ў інтернэце. Не на радыў станцах. Ме здаецца, што можна паспарабаваць, мэнтэзаваць гэта прас платны некі івэнты. Калі вы запрашаеце гастей і даеце шанец ў дзеторай праўсті пабыць там падчас размовы. Ме здаецца, што гэта можна запрацаваць ў Беларусі. Ме здаецца, гэта цікава формат, який ніхто не робів, ніколі. А праўш таго, што вы робіці онлайн-трансляціў ў віде, гэта можна зробіць ў таксамы і па радыў. Мне здаецца, гэта будзе цікава. Ну, просто гэта, мне падабаецца радыў, паўчзаў все астатніе меды. Я, нажаль, ніколі не працаваў ў радыў кампаніях, але на моў шчырі погляд, гэта самая-самая цікава медаў. Ну, вось, калі зараз модератор дазволіць, я привяду приклад, калі пасправувалі мы такое зарабіць. Я в другой палаві дзевяностых, я був наміснікам директора дзержавного радыў Беларусі. І вось тое, пра што вы зараз сказали, рабіць івэнты, і мы не тазаваць іхніек. Мы пасправувалі яшчы навад не ў ФМ-формаці, яшчы рыхтуючыся дэ пераходу рады станцыі Сталіца, як першы ФМ-станцы дзержавны, яку мы рабіли тады. Там бала така вельмі надзвычай рейтанговая праграма, аутарская, з півом па жызні. І она бувала вельмі рейтанговая, справды. І мы шукалі вось, я ігрі Меленович робіў, он зараз працуе там на Сталіце. І вось мы з іграм пасправувалі, ось як я ё, так би мовіць, зробіць яшчы болш актуны, ну, яшчы болш популярны, і вывіцці неяк за міжа рады, і так, былі там і запрашыні ў студу, і мы пачалі робіць, і нешчы толькі-толькі мы пачалі робіць, і шчы нават не було тады, нават не ведалі слова «уманетазація», там, іванты, і усе іншы. Я кажу, гэта был 98-й год, ў той конкретный момент. Ну, але пасля была неміга, дзе людзі загінули пасля свята піва, і саму перадачу хутінька прыкрылі. Аутарською праграму гэту, вось, мінавіта па такіх, за гэтай нагоды. Але мы, вось, тады, неяк інтуіутывна, якраз, выходзіли, вось, на нешта гэта. І я гэтае пытання задаў не просто так, а таму, што, нешта ўсё ж ў гэтам паўне будзе рабіцца ў бляжайші шансы Беларусі, я просто веду я гэта, як шалайка, як ўсё ж не зусім адэшо, от рады. Вось, і нешта зусім інша, і новае будзе рабіцца. Вось, таму я і пытаюся. Дзякуй. Ну, просто с пивом же щас нічого невозможны сделать. Ну, то есть, у нас немножко применялось время і законы. Я помню, меня как-то ужасно впечатліла передача телепередача с восьмого канала из начала девяностых. По-моему, её Ким Хадеев вёл или Ким Хадеев участвовал. Я не помню. Но, в общем, это был двадцатиминутный разговор такой между двумя интеллектуалами, во время которого они пили водку. Ну, то есть, они говорили тосты и говорили спасибо нашему спонсору, значит, такой-то водки, за то, что мы делаем свою передачу. Я сидела и думала, боже, ничего себе времена были. Ну, как много было можно. Сейчас другие совершенно условия. И это... И материться тоже нельзя. Извини. Вы не думайте про радую по фильму «День радую». У нас за алкоголью эфиры выгоняли одразу. Вот уже момент. Я сам выгонял. Ну, сейчас же даже на фотографии нельзя одновременно поместить человек и алкоголь. Да, так что тут все. Але это был просто приклад из реальных историй. Я, на самом ряду, не маю дышанения до пива конкретно. Я не маю дышанения, что у нее выходили интуитивно на подобное. Але... Ну, все одно дякую. Будем справлять. Мне так само поддаётся, что треба не... Треба не гэта монетизовать праз громадскость. И мне вельми прикры, что на Беларусе нема ни громадского телебачения, ни громадского раду, соправного, ни громадских СМИ, а прочь там, ну, может... Раз месяц проведете на презентацию? С великой радостью. Добрый. Дасылайте запрашение. Приходьте презентовать проекту Просклуб на правах администратора. Ну, гэта уже за Юлию обмерковали. Ну, я вот, честно говоря, не очень понимаю про кронфандинг и общественное телевидение. Это же такие бюджеты. Ну, то есть, чтобы содержать даже редакцию издания, нужно тратить огромные деньги на телеконтент. Но мы никогда не соберем на Биллсад. Ну... Собирать миллион. А что... Ну, вот, я человек, который работал с участием, я в детстве, очень велик, очень маленький, у нас, не сказать, не очень много. Очень, очень, очень маленький. Мы содержать, это очень, очень много. Мы страны, страны, мы планируем, мы не думаем, а как делать, мы не думаем. Но вы же не будете весь день стоять с мобильником. Выбачайте, можно я оборвусь? Я кроховедую питание. Человек, как вы? Евген, целком мы маем рацию, чему я бытломаршу? Памятайте, в начале нулявых годов была великая хваля, активно створались интернет-радио-станции. Памятайте, дарайшу у Тутбая был власный проект Радуя Тутбай. А цепер пытання, простое пытання, чому гэта усе накрылась? Ёсць два факторы. Не, ёсць два факторы. Фактор першы, гэта на той час было уже данне у людзей зарабить станции. Ёсць такая хвароба эфира, людзе. Ёсць люди, які, ну, зацята, хочуть сметь эфир. И людзе створали, але яшчы не было пагусюднага, худкаснага интернету. Гэта яшчы была больша экзотека. И на той момент просто жаданья людзей не сыпалі з макчымасцями кристальніка. У нас сёня у кожного, вось, мае маці, 75 гаду, у ядома ноутбук новенький, хутенький интернет, разумеецца. Вось, а 10 гаду таму гэта б яшчы была амалекзотека. Таму не сыпала гэта, па перш, эта бока аудитория не махла сэбе дазволить стриминг вось гэта. А па другое, галовная, што? Я лишу галовная. Стваралася гэта мя навіта вось пропагандавалася, на вось, вы можцца зрабіць свою радиостанцию, маючы там компьютер, простенький пульт і больш-меньш кепскі, як гэта, к шалту микрофон. Вось, не самый горшы, не самый лепшы. Усё. То бок, гэта была ситуация тотального гэта непрофесіоналізма. На маю думку, нават, калі гаваліць не про ефірная рада, ну, а нарэшця адшохаліся эфэм станцій, ўсё разгарнулі своя вящання усеццы і ўсё. Бывайця. Тобок і аны адняліся на нашу частку. Засталіся неякі нішывай праекты, які на Беларусі так сама не выжыли. Вось. Я гэта ўсё бачываю, я гэта ўсё даследываю, я ж мапра гэта пісаў, вось, на мядае крытыки, на ресурсы. Я ж кажу, я па велікім рахунку николі не заходзе вон далёка адра, Вось. І мінавіта не... Вось, тогда ж была хваля грамадзянскай журналістыки. Памятай ці якось. Ось, зараз професійная журналістыка памрэбу, вось, ў кожныха смартфон, камера, там, людзі самі будуть рабіць новіны, адзін другому і гэта і ўсё. Ну і што дзятар ставить грамадзянскай журналістыка? Разумеєцца? Тубок, калі б, умовна кажучы, з'явілась стан рады ці талі бачыння, нават праз інтернет, сёня гэта ўже нормалёва, сёня ўже ёсць паўна адсотакы мабільнага, безлімітнага інтернету, калі ласка, вось, вон, у мене, напрыклад, безліміт, паўны, на ўсё, на голас, на трафік, на ўсё. Сёня гэта ўжо велика нішы і талі бачыння, і рады маглібы быць коммерційна паспяховымі, нават праз інтернет, не праз эфір, а калі дадаць эфір, то там болшы, але пра умові сапраўнай професійнай редакцы, а не вось, як вы паказалі смартфон, я будзу здымаць, а сам сабе талі бачыння. Разумеецца? Калі рабіць дэсканалы, выкшцалціоны, якасны медая продукт, вось, як чалак разумно сказав, тады гэта патрабоў выдаткаў, але гэта іншыя ступень. Разумеецца? Ні ты інтернет-станцыі дзесці-пятнадцці гадові даўніны, што мы бачыли, і што хвалі прайшла. Разумеецца? Гэта зусім іншы падыход. Вось, як ўчасапіцца дэнамсі. Дзекуў. Увыніку атрымаецца, што гэта? Абсолютна, але гэта вы апісываецца гэта абсалутна правіна, але трэба ще працягнуць, што тады гэта будзе ўжо падтарабоўцца падтарабоўцца выдаткі такія, які пакрыць ў Беларусі ні рекламы, ні чым з іншым немахчыма. І мы упіраўмся ў тое, што абіктывна, што датаційны праўект БТ, ён ўсё адно будзе мець ў разы прапісіній, ў разы больш абўўма вещані. Тому вот такія спроба, што мы ў себе ў студыі створім альтернатывы, ў БЮСАТА был бюджет не агромністы, великі, но ўсё адно атрымавася. Он тут што атрымавася, давайте ліптарабоўся. У 96-м годзе я пачав працаваць ў беларускай дзялавай газіці. І на маіх вачах гэта ўсё рабілася. Ці была тады больш популярнае выдання, чым БДГ ў 90-х. Але гэта был якраз прыклад недзержавного, медийного, паспяхового коммерційного проекта. Ну так, але сёня і талі башыня стала таннішым ўсёш. Міне падаецца таксамы, што талі башыня не толькі бадуецца там на каманде, але даволь часты гэта залежыць ад харизматышнага празнацёра, ад чалавека, які працюе ў кады. Мы можам паглядзець на некаторых блоггерав былым СССР, напрыкла, там, той самы Шары. Ён збірае полторы мільйоны за адну перадачу. За дзін дзень праглядан. І гэта можна коммерциалізоваць просто вось так. І я не думаю, што на Беларусі някі інші сусвета тут нелега сабраць каманду професіаналу, які будуть за значно менші гроші, чым Белсат, рабіць добрай талі бачын. Я ўпэлнен. Я так самым гэтам упомнен, што самая цікавае, менавіта вось ў гэтай дні на сайці Белсатук, или хто може паглядзіць, там ёсць перадашы, форум, гэта записаная напрыканцы минулого года форум, так шоу, форум, дзе менавіта гэта абмерковывалася, менавіта прагэта, ну як, там, галунная темаці закрыл Лукашанка російськіе таліканалы ў Беларусі. Вось, я там ўдзельніш, шоу, так самы, саратэксперту, вось, якраз гэта можна зэсті, просто, і паглядзіць, там вмерковывался ў тым ліку стварэння вось національнага контэнту, цікавага, які был бы цікавы. Вось, дарашы, табык, обмеркованні гэтага ідзе зараз, і не тулькі тут. А давайте мы, грэху, просто верымся до основной темы, до монетазація, до фінансавання, пайласка. Я гур. Я бусь, просто, протягну, ў Літві, ў Латві, ў іх так самы існуюць національні таліканалы, але ні адзін з іх не можа спаборнішаць з умовным Малахавым, там ці з шоу, голасы ўсімі такімі. Тому, ну, вы аднага чалэка ўсадзіць на 15 хвілін на дзень, окей, але ўсё одно, пасляў вечер ўсі ўклюшаць першы канал з іхнім там лядовіковым перейдам і ўсё такое. Ну, не, так і аны будуть глядзець лядовіковый перейд, а не грамацка, талі бачані Беларусі, ось ўсё чым пытаўні просто. Аны не можаць на што і то, і то глядзець. Вы не хопіць на гэты часу. Велікі тяква, я веду, што там було пытаўне ось ў калі. Можна микрофон каўлась к нам, што запіся дзе. Былу не пытаўне, такое малінько дакладняня на конца тварэння вида контэнта. Якраз вось мы пачылі казаць пра краўны Балты. Ёсць якраз такі вельмі паспяховы прыклад ў Литві, я не веду, чулі вы тіне, пра Лайсвест ТІВі, може хто-небудь шўл. Ну, кратце, мы ўсё уявляў, разумеем, што ў Литві яшшэ мэньшэе населніцтва, тубок і рынак патэнцына ў іх таксама мэньшы. Але ўось просто невэлікія лічбы я вам прыведу. У ўіх Лайсвест ТВ ўіх шэстнадцать тысіч падпісантаў на Фэйсбуке, тридцать пяць пяць тысіч падпісантаў на Ютуб-каналі, яны робець вида контэнт, які збірае, ну, можеце ўявіць сабе, сотні тысіч праглядаў, і гэта з улікам таго, што гэта Литва, тубок і аны не робець, гэта ні на російськай мові, ні на ангельськай, гэта ўсё робець на літовскай мові, і вось, як яны самі стверджаюць, ніяка знішні донараскай патрымкі ў їх нема. Вось гэта Литва. Тому мне падаяцца ўсё ж такі скарзіцца на тое, што ў нас малэнькая краіна, малэнький рынак, ну, не варта. Вось ў літовцца отрымалася. Які не монетазуюць відеаконтант? Як я зразумію, ў перчу чергу прагляды на Ютубі, але, канешня, махчыма ёсць нештэшчэ. Фармату ёх такі інфотеймент, тубок ёсць і такі сурёзныя перадачы, але, канешня, шмат забавляльных такого фармату, як ў Расія, як гэта перадача ёсць. Там, Іван Ургант, здаецца. Ну, вось, нешта такоўе. Такі фармат ёсць. Таму вось досвід Литвы, можа бы, скарз. Дякую, ясі, каласка. Прасто тут же справа не толькі ў памеры колькасті людзей. Тут ёсць справа ў тым, колькі, які рекламны рынак. Ну, тубок, колькі на аднаго інтернет-крыздальніка тратіцца грошаў. Ну, напрыклад, ў Чехі гэта пяць здаецца разоў больш, чым ў Беларусі. Я не ведаю лічбы пра Литву, але я дакладна ўпэўнена, што значна больш, чым ў Беларусі. У Литві... У Литві рекламны рынак здаецца там ў два разы больш, чым ў Беларусі. Ну, гэта важна. Тому што гэта так сама ўдзейнічае на тое, колькі вы можэце патратіць на стварэння контэнту. Ну, вось, мы мало можам. І, ну, умовна кажучы, будь ў Сіті Догу зараз вяліка інвістыцца, мы значна лебш бы развіваліся. Але мы развіваўся таким чыном, як можам, просто за экономічні сітуацію ў Краіні. Ну, тут тяжкавата прауновываць Беларусі чым бы то не было. И гэта просто... Ну, мы жывем на такім рынку, з якім трэба працаваць кожны раз па-новаму і кожны раз на, там, нешто щупая крыху. Вось. Дарэчы, на конт... Цяку, на конт Лайсвіст ТВ, недзі там, місяц таму я размаўляў з адным медыщакам літовскім. І вось така ёсь інформація па гэтым жа праекці. Адна трэця бюджета прыходзіць ад велікага бізнесу і ўсё астацьні ад прыватных датациў, а лі там недзі п'ять тысіч було датациў. Калі параўнаць гэта з нашай нивы, в нашай нивы було трэста чалавек, так? Трыста восім. Ну, ось така історія. Велікі тякуі. Єсі іще вапросы, рябліки, коментаріў? Дарачі, тут мы вертаўся дэ пытаўся да пытаўне па меру гэтых датациў. Можа быць павышэння минимальна галузнанёвскім будзе на дварот негатывным фактарам для вас. Калі вы пастаўеце, напрыкал, там, адзін рубель, калі вам даўць, там, адзін рубель, не даў, тисяча чалавек, ти, там, ноль людей дадуть вам двадцать, ёсс розніца. Ну, там же ўсі іще такая справа, што один з способів монетизации – це микроплатежи, когда пытаўным пастом, пытаўным статьў можна пожертвовать маленькое-маленькое количество денег для каждого автора или там редакции. Но вот такие методы, например, сейчас упираются в сложность интернет-платежей. Ну, то есть, условно говоря, потратить время, ну, пусть небольшое, но всё-таки время на то, чтобы пожертвовать десять рублей, намного проще, чем пожертвовать один. Ну, потратить то же время на один рубль, потому что так и думаешь, ай, ну, что он им даст, а времени у меня отнимет много. Так что тут есть ещё технический фактор, который не стоит исключать. Это я забыла сказать вначале. Спасибо. Давайте послушаем. Ещё, Вереприколь, Александр. У меня вопрос, Егор. Вот вы говорили, что паеволы у нас не приживутся, потому что все уйдут на ленту Медузы и прочие сайты из-за русского языка. Но в то же время, если не ошибаюсь, слон делает платные статьи или делал раньше, но и народ там не сбегает, а покупает их платные статьи в том числе. И мне кажется, что в Беларуси, по крайней мере, большие СМИ, тут бы и онлайнер, могли бы продвигать такую идею, например, онлайнер, который хоть не изобрёл, популяризовал этот кейс тайного гостя или тайного покупателя чего-нибудь, вот таким образом мог бы вполне себе частично обеспечивать финансирование за счёт платных статьй. Вот что вы думаете об этом? Ну, по-первых, я не думаю, что у кого-то из нас есть лишь бы на контур, сколько человек купляют этот особенный артикул на слоне, я, я уверен, что много. Я уверен, что там, ну, да, всё же российский рынок побольше, але всё равно там будут худшие за всё сотни человек, не тысячи, не десятки тысяч. На конт того, как тут бай онлайнер, что с тебя такое придумали, ну, как минимум онлайнер, как уже узгадывала Яся, онлайнер, это ихняя наобильная служба, яна, как бы, это махчымасть потратить гроши, заробленные барахолкой и каталогами, то, как у них не стоит принциповая задача, а куплять свою наобильную стушку. А ты, что, ну, это приемный бонус, но не настолько приемный, мне здаётся, как все техничные включать механизмы допомогу к вырыванию всякого такого. Тут бай, ну, теоретично, я не б могли паспробовать, на что-то свое уникальное, але, и знову таки, одному сми это начинать, ну, это надзвыше рызыкованно, это, Антуэн, на что, я думаю, мало хто б пайшоу. Я вось литерально протягнусь с кончем. Я, калі, так само доследував розны, яшчы, гады-два там, розны методы геметизации, я звернув вагу на польскі досвід. В Польщы развітае досвід смоцна гадая сістэма пайвол, але як она там реалізавана? Каб я і створыць, аб'ядналіся некалькі целы шарах медео-польскіх, які зусім конкуруюць ў реальнам жыцці, у реальнае медео-пасторе, яны конкурэнты. Але яны створыли супольны гэты праект, бо разумілі, што выигрываць ад гэты гаусеяны. Тобок гэта адзіны агульны праект, прадзакі ўже технічна реалізовуваць гэты пайвол, створны супольнісцю польскіх медео. У нас за усідачы трэба узгадваць такоя асьмі, як харты, якоя плюе на любые забароны любога асьмі, ну, умовны онлайнер, ён, вось, ну, даволі строга ставіцца да перадрукаў, я не веду, ці былі там судовы прецэдэнты, ці, это там рагулююцца мірна, але ніхто апроч харты ў сліпую, наглую скапіруаць онлайнер не рызыкуе. А ім, абіктывна, не паяцец, за аднага артыкуа судіцца. Я чытаю актывна російська выдання ведамасці, і ана закрытая пайволам. Калі мені нейкі артыкул цікавы, я беру, выделяю абу загалавок, абу першы кулькі радку, які там адкрыты, вуджу іху рамблер, і чытаю гэты артыкул ўже перадрукаваны, без ніяких пытанн. Я вставлю небольшую ремарку, я просто смотрел, готовясь к этому, к этой дискуссії статистику, вот в первый год работы пайвол на слоне, если не ошибаюсь, то ли 56, то ли 58 процентов доходов своих они получали за счет это несколько десятков тысяч подписчиков, то есть это довольно успешный, на наш взгляд, был бы проект, но с учетом населения России, наверное, все-таки, ну это начало в любом случае. Там же есть такая статистика, что как только кто-то вводит себе пайвол, у него откатывается половина аудитории минимум. А дело же еще в том, как повторные платежи работают, ну то есть то, что у тебя на первую подписку оказалось только-то человек вовсе не значит, что они останутся с тобой через полгода. А если ты честный, то ты как бы не заставляешь человека автоматически с карточки списывать деньги раз в месяц. Ну и там все очень-очень сложно. И это правда всегда упирается в уникальный контент. А в ситуации, когда в Беларуси только два медиа могут позволить себе покупать журналистов других изданий и переманивать к себе просто зарплатой, ну это такая немного обреченная модель. Но мне просто кажется, что когда мы говорим о монетизации, нужно немножко шире смотреть. Смотреть на весь рынок и на его устройство. Так что пайвол это классно, конечно, но поговорим об этом год через три. Можно прямо в эту же таре. Есть ли еще вопросы, реплики, комментарии? Тогда я думаю, что слова Яси звучали таким очень хорошим завершением. Мы поговорили про краудфандинг, про невозможность пайвола в Беларуси на данном историческом этапе, про некоторые другие способы монетизации, про нативку. То, о чем мы не поговорили, это из того, что происходит в Беларуси сейчас. К сожалению, не все приглашенные гости дошли, сослались на занятость, некоторые просто не смогли. Мы, конечно, приглашали и имена, как один из самых успешных, один из двух самых успешных краудфандинговых проектов в Беларуси сейчас. Дело в том, что они как раз сегодня планировали, по моей информации, запускать вторую краудфандинговую компанию. Если сегодня же Куку запустилась, я думаю, что сегодня день такой богатый на краудфандинг белорусский. К сожалению, не смог тот же про бизнес, который монетизируется. У них просто сейчас со штатом очень большие проблемы. Людей нету, болеют. Они монетизируются через оффлайн мероприятия. Это тоже довольно новый способ для Беларуси и в случае про бизнеса, по крайней мере, насколько я знаю, довольно успешные. Также что-то подобное запустил Белбис не так давно. Их проект безумства, когда они приглашают на ежемесячные ивенты какого-то выдающегося с точки зрения человека и продают на это билеты достаточно дорогие, на самом деле, я бы сказал. Мы не упомянули монетизацию, также не смогла пройти Ирина из doing business монетизацию через дополнительный контент, который тоже как-то работает в Беларуси. Но вот все эти новые способы, конечно, этим перечнем, я думаю, не исчерпывается наша тема. Я думаю, что белорусские редакции в ситуации нашей экономической нехорошей и в ситуации тотального сокращения бюджетов, как государственных, так и донорских будут пробовать все новые и новые способы. И мы еще неоднократно встретимся и на этой площадке, чтобы обсудить, как это все происходит. Спасибо большое нашим сегодняшним спикерам за то, что поделились своим опытом и спасибо большое всем, кто пришел. До встречи через месяц на этой же площадке в таком же формате. Субтитры сделал DimaTorzok